всем привет сегодня покажу вам что я нашла у себя на полке там сзади у стенки было я просто пропустила момент вот у меня был листик и вот такие вот детки выросли и листик стал загнивать это старый сорт happy harold сейчас мы посмотрим что там происходит детки выглядят вполне здоровыми и счастливыми вот а листик вот закончил свое существование что меня успокаивает что он там где вот коричневый он сухой не мокрый значит что он не просто гниет а он просто отсыхает вот ну мы сейчас проверим значит я беру вот такой вот инструмент которым я пользуюсь и им я вот так вот подхватываю снизу и вытаскиваю из горшочка так смотрим корешки это первое что мы проверяем корешки вроде вот я вижу беленькие кончики это очень хорошо что беленькие кончики так теперь значит здесь несколько деток надеюсь вам видно и сейчас я попробую их разделить осторожненько так значит первое нет первое что я сделаю я хочу отделить этот листочек и я его выброшу так как я эту землю уже использовать не буду конечно вот я это отложу сюда уберу и отставлю детки вполне себе хорошие я это вижу и они будут расти без всяких проблем вот 2 и вот здесь вот самое крупное еще осталось а там еще одна крупная есть надо очень осторожненько листочки вот так расправят расправлять чтобы они друг до друга не цеплялись и не сломались бы любая травма это для фиалки это стресс поэтому мы стараемся избегать деформации и увечий так сказать так еще одна детка и вот здесь осталось не знаю сколько сейчас посмотрим вот это маленькая это уже не выживет конечно это можно посадить это совсем крошечка но тоже можно попытаться я и не из таких еще выращивала ага вот здесь вот две осталось их две вот одна маленькая и вот это вот видите что я сделаю сломала листочек но ничего бывает так и вот этот ком принадлежал листу это не не корни детки этот ком принадлежал листу и там еще осталась вот такая твердая часть черенка осталось еще поэтому нам это тоже не нужно значит вот в итоге что у нас здесь получилось сейчас я отодвину землю чтобы вам было видно хорошо вот получились у нас сколько раз два три четыре пять шесть семь деток из которых две могут выжить а пять точно выживут значит даже у маленькой вот этой деточки вот посмотрите хорошие корешки поэтому и вот лишь листочек сухой я его беру эта детка тоже выживет без всяких сомнений выживет и у этой детки корешки нормальные и даже стволик хороший уже вот как вам видно большой вот этот листик я уберу и вот и что у нас осталось а вот еще здесь сейчас я вам покажу вот этот листик тоже самые самые первые их можно убирать и и как вам видно вот здесь еще один маленький я его тоже удалю вот а эту фиалочку же я могу сказать фиалочка вот я ее посажу теперь посмотрим что с этим делать так значит вот здесь тоже этот листик уходит осторожненько так этот листик тоже уходит и больше там нет мы ох я этот тоже сломала но она такая хрупкая это просто ужас ну что делать значит придется этот череночек тоже удалить надеюсь что это не отразится на росте фиалочки вот и теперь это мы посмотрим я уж стараюсь стараюсь осторожно и все равно видите как получается я удалю этот и вот здесь вот два крошечных совсем листочка вот и этот вы видите что я делаю этот находится листочек ниже чем точка роста намного значит его можно удалить а эти уже растут вместе и они образуют розеточку из чего получится так здесь нет маленьких листочков поэтому я оставляю уже как есть я ее трогать не буду вот а ну вот это я уже все-таки выброшу потому что это точно не выживет во первых во вторых мне достаточно того что у меня осталось теперь вот это у нее нет никаких корешков но попробовать можно значит ее извините надо будет посадить в маленький горшочек и сразу в стаканчик вот в такой стаканчик с крышкой и он там будет и она там будет расти это детка надеюсь что она выживет я просто не хочу это делать потому что мне достаточно у меня шесть хороших розеточек будет и это вполне достаточно но я попробую все-таки посадить ее как бы для эксперимента вот сейчас я подпишу горшочки а еще вот это осталось но она вообще даже с корешком поэтому ее точно можно будет посадить значит у меня сколько получилось три четыре пять шесть семь восемь восемь деток я их посажу это сорт я не могу сказать что он совсем редкий но достаточно редкий поэтому мне хочется его сохранить у него очень красивая пестролистность так теперь я буду делать стаканчики и буду сажать в них буду надписывать стаканчики и сажать в них вот прошло несколько дней у меня не было времени заняться рассадкой и вот посмотрите во что превратился этот листочек это материнское растение он уже материнский листочек он уже все ничего страшного в этом нет это нормально листок свою функцию выполнил теперь дело за детками расти и развиваться я сейчас вытащу их из горшочка как вы видите они даже подросли немножко я сейчас их вытащу вот так посмотрите посмотрите какая замечательная корневая система у этих деток вот я уж не знаю одно или у всех но во всяком случае вот корешки такие видны даже так я сейчас беру свой знаменитый инструмент и буду их разделять так вот я его их разделяю значит ком очень плотный поэтому ничего страшного не будет если вот так его чуть-чуть пощекотать и он разойдется так это сторону теперь здесь бывает у меня такое было что так тяжело было разделить детки что просто невозможно я не сняла тогда это видео и в общем то жалею надо было конечно вот сейчас значит что я буду делать я вот так вот просуну туда немножко этот инструмент и попробую разделить оттуда вот так но очень осторожно чтобы не повредить потому что я не знаю как они соединяются там я сделала а теперь я что сделаю я теперь буду за стволики брать вот так вот и разделять но очень-очень осторожно вот так вот и теперь вот эти два опять вот так так эти соединены посильнее чем те чем с тот вот значит получается что вот этот был основной как бы это корневая система уже материнского листа вот так но все равно корневая система у всех трех деток очень хорошая этот сорт оксаны мне очень нравится я посажу все три детки но перед этим я удалю вот эти листочки самые уж самые винильные они уже не нужны потому что вы видите какой большой лист этот и это тоже достаточно можно сказать почти взрослые поэтому им это не нужно и вот это детка у нее еще больше листики в смысле у нее два уже таких крупных поэтому вот этот я удаляю и все пока вот это тоже можно было бы удалить но я хочу подождать все таки я его успею удалить теперь это детка третье вот этот лист я удалю точно вот вместе с пенечком ничего не оставлю и вот этот листочек тоже тоже пенечек удалю вот и вот такие хорошие получились вы не поверите две детки значит что здесь получилось получилось что эта детка растет на этом стволике и это нас не устраивает я ее просто удалила и все она нам не нужно так теперь вот эту землю надо оттуда вытащить этот отряхнуть этот отряхнуть вот вот такие вот красоточки деточки получились у меня теперь я буду их сажать горшочки я уже приготовила землю приготовила так что все у меня с ними в порядке будет сейчас я их посажу и покажу вам вот три горшочка у меня приготовлены и надписаны и дата пора ставлена какое число сегодня значит я сделала там углубление которое я буду постепенно помещать детку и вот так вот пальцами чуть-чуть применять землю по сторонам не утрамбовывать а именно применять слегка так что здесь а и так вот здесь вот такой листочек который не развился его надо просто удалить вот так раз и все я просто показываю что я вижу а вы уже встретите это или не встретите тоже неизвестно потому что вы же понимаете растение дело такое один раз она так выросла другой раз по-другому так что у вас может быть и будет по-другому никогда вы такого листочка не увидите так здесь корневая система побольше я хочу посмотреть если она крепкая до отрывать я ничего не буду она не отрывается значит здесь нужно сделать углубление побольше чтобы поместилось поместились все корешки вот так вот и вот так сейчас я добавлю чуть-чуть земли сюда и она будет готова все три детки посажены вот у них хорошо развита развитая корневая система поэтому они у меня будут стоять на фитиле когда очень маленькие корешки на фитиль ставить нельзя потому что пропадет растение у меня это было в самом начале несколько лет назад когда я только пробовала вот а вот такие с такой корневой системой вполне подходит для фитильного полива ну вот все посажены никакой трагедии нет в том что погиб материнский лист делать ничего не нужно он выполнил свою функцию и все теперь они будут расти развиваться и подарят мне цветочки всего доброго пока пока заходите на канал пожалуйста не забывайте ставить лайки а то бывает так что 30 вьюз и 10 лайков и я думаю ну что наверное что то я не так сказала вот и думаю что я не так сделал то есть вы мне поможете понять я делаю все хорошо или не очень или совсем плохо поэтому пожалуйста оставляйте ваши комментарии и лайки всего хорошего пока пока пока